Бояре слушали с великим вниманием и долго сидели в молчании, смотря друг на друга. Наконец, ответствовали панам. Вы были послами у самозванца, а теперь уже не послы. Следственно, не должны говорить вам так вольно и смело. Но расстались с ними ласково, виделись снова и сказали им, что Василий милостиво приказал освободить всех нечиновных ляхов и вывести за границу. Но что послы, воевода Синдомирский и другие знатные паны должны ждать в России решения судьбы своей от Сигизмунда, к коему едет царский чиновник для важных объяснений и переговоров. Дворянин князь Григорий Волконский немедленно был послан в Краков. А Лесницкий и Гасевский остались в Москве под стражей. Мнишка с дочерью вывезли в Ярославль, Вишневецкого в Кострому, товарищей их в Ростов и Тверь. Они имели дозволение писать к королю и писали миролюбиво, желая как можно скорее избавиться от неволи, чтобы говорить и действовать иначе. Уже слух о гибели самозванца и многих ляхов в Москве тревожил всю Польшу. В городах и в местечках литовских останавливали князя Волконского и дьяка его, бесчестили, ругали, называли убийцами, злодеями, метали в их людей камнями и грязью, а королевские чиновники отвечали им на жалобы, что никакая власть не может унять народного негодования. Быв четыре месяца в дороге, Волконский приехал в Краков, где Сигизмунд встретил его с лицом угрюмым, не звал к обеду, не удостоил ни одного ласкового слова и, скрыв печаль свою о судьбе лжедимитрия, от коего Польша ждала столько выгод, слушал холодно извещения о новом самодержце в России. В переговорах с коронными панами Волконский доказывал то же, что наши бояре доказывали в Москве послам Сигизмундовым, а паны ответствовали ему то же, что послы боярам. Мы говорили ляхам, вы дали нам лжедимитрия. Ляхи возражали, вы взяли его с благодарностью. Но с обеих сторон умеряли колкость выражений, оставляя слово на мир. Волконский требовал удовлетворения за бедствие, претерпенное Россию от самозванца, за гибель многих людей и расхищение нашей казны. Король же требовал освобождения своих послов и платежа за товары, взятые лжедимитрием у купцов литовских и галицких, или разграбленные черню московскую в день мятежа. Не могли согласиться, однако ж не грозили войною друг другу. Швеция, сказал Волконский, уступает царю знатную часть Ливонии, желая его вспоможения. Но он не хочет нарушить прежнего мирного договора. Паны уверяли, что они также не нарушат сего договора, если мы будем соблюдать его. Ничего не решили и ни в чем не условились. Сигизмунд не взял даров от Волконского и хотел писать с ним к Василию, но Волконский отвечал «Я не гонец». Король велел ему ехать к царю с поклоном, сказав, что пришлет в Москву собственного чиновника, но медлил, уже зная о новых мятежах России и готовясь воспользоваться ими, как сосед деятельный в ненависти к ее величию. Еще Василий имел время возобновить дружественные сношения с императором, с королями английским и датским. Гонец Рудольфов и посланник шведский находились в Москве. Непримиримый враг врага нашего, Сигизмунда, Карл IX ревностно искал «Союза России», и Василий действительно не спешил заключить его в надежде обойтись без войны с Сигизмундом. Хан Казыгирей уверял царя в братстве, Ногайский князь Иштерек в повиновении. Воевода князь Ромодановский отправился к Шаху Аббасу для важных переговоров о Турции и христианских землях Востока. Еще двор московский занимался делами Европы и Азии, политикою Австрии и Персии, но скоро опасности ближайшие, внутренние, многочисленные и грозные, скрыли от нас внешность, и Россия, терзая свои недра, забыла Европу и Азию. Сие новые бедствия начались таким образом. В первые дни июня ночью тайные злодеи, всегда готовые подвижники в бурные времена гражданских обществ, желая ли только беззаконной корысти или чего важнейшего, бунта, убийств, испровержения верховной власти, написали мелом на воротах у богатейших иноземцев и у некоторых бояр и дворян, что царь предает их домы расхищению за измену. Утром скопилось там множество людей, и грабители приступили к делу, но воинские дружины успели разогнать их без кровопролития. Через несколько дней новое смятение. Уверили народ, что царь желает говорить с ним на лобном месте. Вся Москва пришла в движение, и Красная площадь наполнилась любопытными, отчасти и зломысленными, которые лукавыми внушениями подстрекали черник мятежу. Царь шел в церковь. Услышав необыкновенный шум вне Кремля, сведал о созвании народа и велел немедленно узнать виновников такого беззакония. Остановился и ждал донесения, не трогаясь с места. Бояре, царедворцы, сановники окружали его. Василий без робости и гнева начал укорять их в непостоянстве, их в легкомыслии, говоря, «Вижу ваш умысел, но для чего лукавствовать, ежели я вам не угоден? Кого вы избрали, того можете и свергнуть. Будьте спокойны, противиться не буду». Слезы текли из глаз всего несчастного властолюбца. Он кинул жезл царский, снял венец с головы и примолвил, «Ищите же другого царя». Все молчали от изумления. Шуйский надел снова венец, поднял жезл и сказал, «Если я царь, то мятежники дотрепещут. Чего хотят они? Смерти всех невинных иноземцев? Всех лучших знаменитейших россиян и моей? По крайней мере, насилие и грабежа. Но вы знали меня, избирая в цари, имея власть и волю казнить злодеев». Все единогласно ответствовали. «Ты наш государь законный. Мы тебе присягали и не изменим. Гибель крамольникам». Объявили указ гражданам мирно разойтись, и никто не ослушался. Схватили пять человек в толпах, как возмутителей народа, и высекли кнутом. Доискивались и тайных, знатнейших крамольников. Подозревали на гих. Думали, что они волнуют Москву, желая свести Шуйского с престола, собрать Великую Думу земскую и вручить державу своему ближнему, князю Мстиславскому. Исследовали дело честно и добросовестно. Выслушали ответы, свидетельства оправдания и торжественно признали невинность скромного Мстиславского, не тронули и ногих. Сослали одного боярина Петра Шереметьева, воеводу Псковского, также их родственника, действительно уличенного в кознях. Шуйский в всем случае оказал твердость и не нарушил данные им клятвы судить законно. Ему готовились искушения важнейшие. Столица утихла до времени, но знатная часть государства уже пылала бунтом. Там, где явился первый Лжедимитрий, явился и второй, как бы в посмеянии России, снова требуя легковерия или бесстыдства, и находя его в ослеплении или в разврате людей, от черни до вельможного сана. Казалось, что самозванец, всеми оставленный в час бедствия, не имел ни друзей, ни приверженников, кроме Басманова. Те, коих он любил с доверенностью, осыпал милостями и наградами, громогласни других кляли память его, желая неблагодарностью спасти себя, и спаслися. Сохранили всю добычу измены, сан и богатства. Некоторые из них умели даже снискать доверенность Василиеву. Так князь Григорий Петрович Шаховской, известный любимец Растригин, был послан воеводою в Путивль на смену князю Бахтиярову, честному, но, может быть, не весьма расторопному и смелому. Правительство знало важность сего назначения. Нигде граждане и чернь не оказывали столько усердия к самозванцу и не могли столько бояться нового царя, как в земле Северской, где оставалось еще немало бродяг, беглых разбойников, злодеев, сподвижников от Репьева и куда многие из них после его гибели спешили возвратиться. Шаховской, без сомнения, говорил Василию то же, что Басманов несчастному Феодору, и сделал то же. Рожденный в свое время, в век мятежей и беззаконий, со всеми качествами, нужными для первенства вон их, Шаховской пылал ненавистью к виновникам лжедимитриевой гибели, знал расположение народа Северского и неудовольствие многих россиян, которые имели право участвовать и не участвовали в избрании венценосца. Знал волнение умов и в Москве, и в целом государстве, сметенном бунтами и еще не совсем успокоенном властью закона. Считал державство Василия нетвердым, обстоятельства благоприятными и, прельщаясь блеском великой отваги, решился на злодейство, удивительное и для сего времени. Созвал граждан в Путивле и сказал им торжественно, что московские изменники вместо Дмитрия умертвили какого-то немца, что Дмитрий, истинный сын Иоаннов, жив, но скрывается до времени, ожидая помощи своих друзей северских. Что злобный Василий готовит жителям Путивля и всей Украины, за оказанное ими усердие к Дмитрию, жребий новогородцев, истерзанных Иоанном Грозным. Что не только за истинного царя, но и для собственного спасения они должны восстать на Шуйского. Народ не усомнился и восстал. Казалось, что все города Южной России ждали только примера. Моравск, Чернигов, Стародуб, Новгород-Северский немедленно, а скоро и Белгород, Борисов, Оскол, Трубчевск, Кромы, Ливны, Елец отложились от Москвы. Граждане, стрельцы, казаки, люди боярские, крестьяне толпами стекались под знамя бунта, выставленные Шаховским и другим, еще знатнейшим сановником, Черниговским воеводою, мужем думным, некогда верным закону, князем Андреем Телятевским. Сей человек удивительный, не хотев вместе с целым войском предаться живому, торжествующему самозванцу, с шайками крамольников предался его тени, имени без существа, ослепленной заблуждением или неприязнью к шуйским. Так люди, кроме истинно великодушных, изменяются в государственных смятениях. Еще не видали никакого Димитрия, ни лица, ни меча его, и все пылало к нему усердием, как в Борисово и Федорово время. Сие роковое имя с чудную легкостью побеждала власть законную, уже не обольщая милосердием, как прежде, но устрашая муками и смертью. Кто не верил грубому, бесстыдному обману, кто не хотел изменить Василию и дерзал противиться мятежу, тех убивали, вешали, кидали с башен, распинали. Так еще ко славе Отечества погибли воеводы, боярин князь Буйносов в Белегороде, Бутурлин в Осколе, Плещеев в Ливнах, двое Воейковых, Пушкин, князь Щербатый, Бартенев, Мальцев. Других ввергали в темницы. Злодейством доказывалась любовь к царю, верность называли изменою, богатство преступлением. Холопы грабили имение господ своих, бесчестили их жен, женились на дочерях боярских. Плавая в крови, утопая в мерзостях насилия, терпеливо ждали Димитрия и едва спрашивали, где он. Уверяя в необходимости молчания до некоторого времени, Шаховской давал, однако ж, разуметь, что солнце взойдет для России. Из Синдомира.